итак после долгого перерыва продолжаю тему рекуператора с момента последнего видео на рекуператоре добавился вот такой вот байпас то есть здесь я добавил байпас на притоке здесь клапан клапан здесь установлен для включения выключения байпаса соответственно сама конструкция клапана я уже делал по такому клапану видео на себя на канале значит в целом вся автоматика рекуператора может сводиться только к обеспечению режима атаки самого важного момента без которого не обойтись в принципе у меня автоматика соедина тоже к этому же но я добавляю мониторинг температур чтобы вычислять его мощность хоть и примерную но тем не менее то есть зная расход воздуха ориентировочный и температуру на входе и выходе мы можем узнать кпд рекуператора значит что касается температур датчики стандартные ds18b20 для arduino соединены витой парой 4 жильный здесь просто на саморезе здесь тоже самое здесь центр питания можно так сказать здесь все сводится в одно и это будет выход на основную витую пару что еще здесь есть здесь собственно есть ультразвуковой испаритель я не уговорил что вопрос конденсата я решил ультразвуком вопрос конечно в долговечности и надежности такого испарителя но у меня есть еще один запасе так что буду мониторить и проверять первое время он 5 вольтовый погружен вот такую вот вырезанную полость в эту полость конденсат стекает вот отсюда через это отверстие здесь конденсат будет капать только здесь потому как здесь приток воздух идет сюда здесь теплообменник и он будет скапывать сюда соответственно рекуператор будет стоять под наклоном и вода будет протекать сюда как только появляется вода на этом испаритель датчик есть и включается датчик датчик запитан всегда вот 5 вольт то есть 5 5 вольт подается постоянно включается только тогда когда он видит воду на всякий случай здесь установлен для ардуинки вот такой вот датчик влажности то есть он настраиваемый то есть здесь можно на этом потенциометре можно настроить до какого уровня влажности он будет выкручена максимум то есть когда водой здесь заполнится когда здесь заполняется водой будет отдавать сигнал соответственно тоже впадет на основной модуль управления мой домашний который управляет солнечным коллектором отоплением и вот рекуператором тоже будет управление осуществляться оттуда ну и сделать какую-нибудь сиренку пьезо из пьезоизлучатель у меня есть слабенький запятая пьезоизлучатель для того чтобы знать что с конденсатом что-то не то ну и собственно этот провод это уходит на сервопривод клапан соответственно в нормальном режиме зимой он всегда будет закрыт небольшие подсосы тут конечно же будут но это не принципиально тут подсос воздуха в пять процентов свежего ничего страшно отоплением до греем вот так вот собственно реализована автоматика по индикации температур а что касается режим атаки то он будет реализован путем дифференциального реле давления термоконт финляндская с финляндией сделаны мне два таких датчика досталось по 250 рублей каждый фактически даром то есть они новые стоит около 2000 я бы их такую цену сюда не ставил но тем не менее раз уж появилась такая возможность я купил два сразу не знаю куда вторую дину но за такую цену не жалко что значит будет сделано здесь будет две трубки вот это вот будет порезано надвое вот эти вот штыри будут вставляться один штырь будет здесь вот так вот сквозь него в середине и 1 6 будет здесь нет не здесь вот здесь вот на линии вытяжки и вы consist this в зависимости того как настрой скорее всего здесь потому что здесь удобнее то есть здесь вытяжка перед первым теплообменником выходит в тяжной воздух сюда и поднимается из сюда то есть вот здесь вот выход здесь уходит на улицу и обмерзать будет вот эта часть теплообменника как только эта часть теплообменника начинает отмерзать давление повышается здесь здесь повышается давление и по установленной гистерезису будет срабатывать релюха и отключать приточный вентилятор и соответственно будет работать только вытяжка греть все будет оттаиваться испаряться ну и так далее собственно это все что касается испарения вопрос с открытой конечно потому что люди правильно говорили что здесь может образоваться бактерии там и всякая ерунда но посмотрим как все